От Мстителей до Холодного Сердца 10 главных премьер 2019 года. 4 января 2019 года, 17 часов 01 минута Александра Гордеева «Новый», 2019 год обещает быть богатым на зрелищные, качественные фильмы, в составленных кинокритиками и ресурсами агрегаторами в списках главных лент года значатся десятки интересных премьер. Из этого многообразия RT выбрал несколько картин с высоким рейтингом ожидания, о которых начали говорить задолго до релиза. В их числе, Последние Мстители, Новые Звездные Войны, свежая работа Квинтина Тарантино, продолжение мультфильма «Холодное сердце» и другие ленты. Мстители, Финал. Avengers Endgame. Премьера в России 25 апреля, если верить составляемым специализированными ресурсами рейтингом, возглавляет список самых ожидаемых лент 22 по счету фильм-вселенной. Marvel. Предыдущая часть Мстителей, Война Бесконечности, собрала преимущественно положительные отзывы зрителей и критиков. Рейтинг ленты на IMDb, к примеру, составляет 8,5 балла. Неудивительно, что стольким людям не терпится узнать, будут ли братья Руссо оживлять погибших супергероев. Люди в черном, International. Men in Black International. Премьера в России 13 июня, в 2019 году. Sony Pictures. Представит перезапуск легендарных людей в черном. Проверять документы у пришельцев вместо Уилла Смита и Томми Ли Джонса теперь будут Крис Химсворд и Тесса Томпсон. В свете прокатившейся по Голливуду феминистической революции решение дать одну из главных ролей женщине кажется очевидным. Новой команде, агентам H&M, предстоит найти крота среди своих коллег, и, само собой, спасти Землю от инопланетной заразы. Звездные войны. Эпизод. X Star Wars. Эпизод X. Премьера в России 19 декабря, девятый эпизод саги продолжит хронологию серии. События новых «Звездных войн» происходят через год после истории, описанной в «Последних джедаях». Режиссером ленты вместо отстраненного из-за разногласий с продюсерами Колина Тревароу стал Джей Джей Абрамс, ранее выпустивший седьмой эпизод. Актерский состав также претерпел небольшие изменения. К основному касту присоединятся Ричард Т., Грант, Наоми Аки, самое главное, Марк Хэмилл, чтобы исполнить роль Люка Скайокера. Однажды в Голливуде. Once upon a time in Hollywood. Премьера в России 8 августа, у этой ленты есть все, чтобы стать успешной, режиссер Квентин Тарантино, невероятный каст, Аль Пачино, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Курт Рассел, Дакота Фаннинг, и нетривиальный сценарий. Все события разворачиваются на фоне истории убийства актрисы. Супруги романа Полански Шерон Тейт. Она погибла на девятом месяце беременности от рук ворвавшихся в ее дом членов секты Чарльза Мэнсона. Интересно, что, невзирая на сложность материала, от комедийных элементов Тарантино решил не отказываться. Рэкетмен. Рэкетмен. Премьера в России 16 мая, одним из наиболее громких и успешных релизов 2018 года стал биографический фильм о Фредди Меркьюри Богемская рапсодия. В продолжение темы музыкальных биопиков в прокат выйдет экранное воплощение истории успеха другой британской легенды, Элтона Джона. Роль певца и композитора исполнил Терон Эджертон, «Кингсмен», «Секретная служба». Режиссер Декстер Флетчер, который также принимал участие в работе над рапсодией, обещает, что в фильме будет много ярких музыкальных номеров. Оно 2. Эт Чапчер Чу. Премьера в России 5 сентября, в 2017 году фильм ужасов Андриса Мускетти «Оно» произвел настоящий фурор. Эту ленту называли чуть ли не лучшей экранизацией произведений Стивена Кинга всех времен. Неудивительно, что аргентинский режиссер решил приступить к работе над второй частью картины. Ожидается, что осенью 2019 года зрители увидят уже повзрослевших героев, вынужденных вновь объединиться для борьбы с танцующим клоуном Пеннивизом. «Притяжение 2», премьера в России 26 декабря, действие второго «Притяжения» разворачивается спустя три года после событий, описанных в оригинальной ленте Федора Бондарчука. Подробности сюжета пока не ясны, однако известно, что героям вновь предстоит столкнуться с чем-то неизведанным. И по всей видимости масштабным, бюджет картины составил 645 миллионов рублей. Роли в фильме исполнили все те же Ирина Старшинбаум, Александр Петров, Риналь Мухаммедов и Олег Меньшиков. В качестве второго режиссера проекта выступил Олег Трофим, «Лед. Стекло. Глаз». Премьера в России 17 января, самой первой в очереди из данного списка премьер значится «Стекло». Супергеройский психологический триллер от создателя «Шестого чувства» и «Таинственного леса М». Найташи Малана можно будет увидеть в кинотеатрах уже 17 января. Главные роли в фильме, ставшим логичным продолжением лент «Неуязвимый» и «Сплит», как и ожидалось, исполнили Брюс Уиллис, Джеймс Макэва и Сэмюэл Л. Джексон. Король лев. Тилайн Кейн. Премьера в России 18 июля, как уже можно понять по этой подборке, новая, это хорошо забытое старое. Видимо, к такому же выводу пришли продюсеры из Дисней, решившие перевыпустить фильм рекордсмен по выжиманию слез из детей и взрослых, Короля льва. Сюжет ленты, по всей видимости, значительных изменений не претерпит. Однако визуальная составляющая будет соответствовать духу времени, при создании картины использовалась технология виртуальной реальности. Холодное сердце 2, Frozen 2, премьера в России 28 ноября, в 2013 году многие критики называли Холодное сердце лучшим анимационным фильмом Дисней. Со времен расцвета студии, не зря же академики вручили ему два Оскара. Так посчитали и зрители, сборы картины превысили 1,2 миллиарда долларов. Ну а песни из этого мюзикла все еще продолжают звучать на детских утренниках по всему миру. Останавливаться на достигнутом было бы неправильно, как минимум с коммерческой точки зрения, и Дисней решил выпустить вторую часть, а начале работы над сиквелом объявили в 2015 году.